Математику и футбол смог объединить педагог одной из школ Аральского района Козлординской области. Молодой специалист придумал необычный подход к преподаванию точной науки. Его метод, основанный на правилах популярной спортивной игры, помогает ученикам с легкостью освоить сложные формулы и логарифмы. Моя коллега Рахан Тажибаева продолжит. Игра началась. Первый атакует команда Хран. Против двух ее нападающих трое защитников Беркута. Последним нужно раньше соперников найти решение задачи и отбить удар. В этот раз противник оказался сильнее. Теперь надежда на вратаря. Если атакующим удалось обойти защитников, то дальше в игру с ними вступает вратарь. Счет для каждой команды общий, время фиксированное. Если игроки 11-го Б класса за отведенное время правильно решили математическое задание, то 11-й А пропускает гол в ворота. Связать математику и футбол – идея Мукана Тулебаева. В основе правила этой спортивной игры. Арбитр, шесть участников, своя форма, эмблема и тактика. Сейчас я исполняю роль нападающего. Будучи на передовой, должна атаковать соперников. А раньше была защитником. В ходе игры мы поменяли тактику. Это хорошая возможность проявить себя. Думать, анализировать и принимать быстрые решения. Именно эти качества развивает математический футбол. Игра, говорит Мукан Тулебаев, позволяет не только превратить рутинный учебный процесс в захватывающий, но и оторвать детей от гаджетов и телефонов. Перед игрой у детей появляется азарт. Каким будет задание, никто не знает. Поэтому вспоминают все пройденные темы. Общая подготовка дает возможность развивать скорость мышления, познавательные и творческие способности. Это не просто игра, а прежде всего подготовка к предстоящему ЕНТ. При этом не сидишь сутками за учебниками, а играючи добиваешься хороших результатов. Я, к примеру, теперь уверен в собственных знаниях. Свой метод учитель математики планирует усовершенствовать. А еще придумать новые игры, которые сделают математику самым излюбленным учебным предметом. Райхан Тажибаева, Нуржам Музарабшин, Эйтмухамед Пайдулдаев, Казалардинская область, Хабар, 24.